Экология мира Экология мира не просто нарушается, она просто грозит катастрофой. Давайте сначала договоримся о чем. Все на уровне неживой растительной животной материи способно регенироваться и восстанавливаться с потрясающей быстротой, если будут положительные сигналы с высшего духовного уровня. Поэтому, если человечество сегодня на завтра станет гармоничным, интегральным единением, вся экология практически мгновенно уравновесится, и мир станет благоухать. То есть не надо об этом заботиться. Как не надо заботиться вообще о чем-то ниже, чем духовный уровень. Если мы на духовном уровне делаем исправление, они проходят вниз и мгновенно вызывают изменения. То есть растворится нефть в Мексиканском заливе, пластик, которым набита земля. Все изменится так, что придет в первоначальный божественный вид. Как же вам поверить? И причем в такой, который мы нарушили уже за все 20-30 тысяч последних лет. То есть появятся там звери, которых сегодня нет. Все, что надо для гармонии всей природы, это все восстановится. Все восстановится. Там уссурийские тигры, говорят, там есть парочку штук осталось, там еще чего-то где-то. В Израиле уже давно умерла последняя тигрица. Тут была 15 лет назад где-то, но уже ее нет. То есть все виды, которые исчезли, проявятся снова. Да. Ну, это, конечно, это заявление. Нет, в этом нет ничего, абсолютно в этом нет ничего фантастического. Потому что вся природа взаимосвязана, все ее иерархические уровни находятся друг под другом, и по иерархии сверху вниз проходит высший свет через высший уровень на более низший, и он все приводит в порядок, в высшую гармонию. То есть мы видим сегодня, что... Мы видим, что все это рушится, что вся земная экология, она, ну, просто вся эта система, экосистема, она проходит ужасные дробления, разбиения, уничтожения. Мы видим, что берутся уже за полюса, северный и южный. Уже там будет и бурение нефти, и всего. Конечно, это все ужасная проблема, но Земля вообще сама по себе, она обладает потрясающим свойством регенерации, если только лишь поступят сверху положительные высшие сигналы. И мы увидим в этом случае ее практически мгновенное восстановление. То есть вся работа человека должна быть не по очистке Земли, а по вызову этого сигнала, да? Нет, это ничего не даст. Мы будем чистить, чистить и видеть, насколько это все становится грязнее. Причем наша чистка, она в свою очередь химическая, биологическая, понимаешь? То есть мы этим вредим еще более глубоким свойством этой экологической системы. Ведь нету чистки такой, так как ты сегодня чистишь ванну. Сколько химикалий ты выливаешь на это дело? А если ты чистишь морское дно? Ты же не можешь его чистить чем? Водичкой с каким-то мылом? А мыло что? То есть нечем. Это все химия в любом случае. То есть ничего не делай, только как исправляй себя. И вот от твоего исправления, одновременно с этим продолжай делать что хочешь. Твое исправление, внутреннее воспитание. Когда ты перевоспитываешься, ты начинаешь смотреть по-другому на природу, и в это время природа начинает оживлять, оживаться, оживать. И постепенно, постепенно ты прекращаешь работать с ней, с этой природой в прежнем ключе, потому что тебе нет необходимости делать все, что угодно. Тебе необходимо привести весь мир к состоянию равновесия. Ты начинаешь понимать, что для этого необходимо от природы получать только то, чем ты рационально можешь наполнить все человечество и не более того. И поэтому именно благодаря твоей внутренней правильной системе, экосистеме внутренней, начинает восстанавливаться все остальное. Мы связаны миллиардами связей со всей природой.